Мэр Магадана Юрий Гришан оценил ход работ на стройке новой школы в микрорайоне Снежный, на которой город получил средства из федерального бюджета. Будущее общеобразовательное учреждение по проекту рассчитано на 50 детей младших классов и 30 дошколят. Также у школы будет спортивный корпус, на котором уже заливают фундамент. Казалось бы, по наполняемости школа небольшая. На самом деле проект такой очень современный, очень много интересных технологических решений. Могу сразу сказать, что это будет современная школа, потому что мы не строили школы в Магадане уже 25 лет. Пусть она и начальная, но она будет отвечать всем последним требованиям по технологии организации учебного процесса. Здесь большая территория, много спортивных сооружений открытых. Но осталось только достроить. На стройке подрядчик установил мобильный бетонный завод и начал заливку монолита. Производство основополагающего материала на месте возведения школы дает преимущество во времени строительства объекта. Мощность оборудования позволяет изготовлять 40 кубометров материала в час. Всего для строительства школы в микрорайоне Снежный необходимо около 2800. Фундамент уже стоит. Мастера вяжут плиты перекрытия первого этажа и через день будут заливать бетоном. К следующей неделе запланировано выставить опалубку в спортивном зале и начать заливку стен подвала. Центральную плиту мы залили. 263 было куба залито непрерывного литья. 28 часов мы работали. На данный момент у нас на стройке работает 25 человек. Мы в графиках, то есть мы в принципе успеваем. К первому сентября, в конце августа мы планируем закончить полностью корпус по возведению монолита. В связи с ограничительными мерами, связанными с пандемией, к подрядчику в Магадан не смогли добраться 20 человек строительной бригады из Белоруссии. Чтобы обеспечить своевременное выполнение работ, пришлось мобилизовать силы. Сейчас на стройке работает 25 сотрудников компании. Несмотря на то, что изначально планировалось 40 строителей, справляются, от графика не отстают. 1 сентября здесь закончат лить стены и перейдут на внутренние работы. Сдать объект планируют к следующей осени. Школа-сад в поселке Снежный обойдется в 421 миллион рублей.